Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие наши зрители! Вот и наступили долгожданные выходные. А это значит, что многие из вас отправятся на свои приусадебные участки, если, конечно, позволит погода. Но даже если не позволит, слушайте и запоминайте. Сейчас будет очень важная информация. Доброе утро, друзья! Мы опять в гостях на дачу Виктора Николаевича Жугина. И сегодня мы будем учиться, как защищать наши помидоры от всяких вредителей. Ну, например, от ли. В прошлый раз мы с вами их удобрили, подкормили, чтобы они были вкусными, давали хорошие плоды. А сегодня будем защищать. У каждой хозяйки на кухне есть сода. И вот этой содой мы будем бороться с клёй. Вот так мы будем бороться с клёй. Первое. Сода эта должна попасть на лист. Чтобы она попала на лист, нужно её погасить. Чем гасится сода? Берётся столовая ложка соды. Берётся кипяток. 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 Потому что сода гасится только кипятком. Вот видите, она гасится. Мы можем налить и больше, потому что всё равно эту столовую ложку нам нужно будет растворять в 10 литрах воды. Если листья жёсткие, можно добавить 2 столовых ложки. Но у нас нежные огурцы и помидоры, поэтому мы 1 столовую ложку добавили. Хорошо. Дальше. Но если мы сейчас этот раствор зальём в опрыскиватель и опрыскаем, то дождь, ветер уберёт эту соду с листа. Чтобы она закрепилась, мы берём брусок хозяйственного мыла и 50-100 грамм хозяйственного мыла сюда стружим. На вот такой тёрке он прекрасно стружится. Настрогали и растворяется. Сейчас ложкой мы помешаем. Он растворится. И получается у нас такой прилипатель, да? Получается прилипатель. Наш раствор готов. Добавляем его в воду и идём опрыскивать томаты. Делать это нужно в сухую погоду, рано утром или вечером. Интересно, а когда надо начинать защищать помидоры? Ну, а брызгать нужно, как появится первый отляк, где-нибудь вообще на любом растении, нужно начинать брызгать. Ну, в основном это даже не на помидорах, а на огурцах, может, чаще. Или на других каких-то, смородине, допустим, чёрной, чаще бывает. Появилось где-то всё, значит, уже нужно брызгать. И сколько разбрызгать? Ну, сколько появилось, столько и брызгать. Спасибо вам большое. Надеюсь, с вашей помощью у наших садоводов будет хороший урожай. Такой, какой обычно бывает у Виктора Николаевича. Спасибо, всего доброго. Спасибо. А скажите, дорогие зрители, часто ли вам помогают на даче ваши дети или внуки? Кто-то и оно. Их туда, как правило, калачом не заманишь. Да и вообще, вот какие-то неправильные сейчас пошли дети, согласитесь. Старших не слушаются, родителям грубят. Не то, что мы. Правда? Что с ними делать? Спросим у специалиста. Здравствуйте, Олеся. Вот такой вопрос. Дочке 9 лет, хорошо учится, безусловный лидер и в классе, и среди подруг. Обычно реагирует на наши просьбы адекватно, но иногда упрется, как баран, с места не сдвинешь. Встанет, смотрит из-под глуби и говорит, не буду. Даже отцу дерзит, хотя он очень строгий человек. Честно говоря, в такие моменты прибить ее хочется. Как правильно вести себя в такой ситуации? Если пытаюсь силой с места сдвинуть, только хуже получаются слезы и скандал. Получается, что любые насильственные действия вызывают у ребенка еще больше агрессию и отрицание. И здесь вопрос. Это было всегда или у ребенка это только появилось? Появилось где-то год назад. Смотрите, значит ребенок из стадии детскости начинает плавненько переходить в стадию взросления и подготовки к подростковому периоду. И вот здесь начинается ломка психики, перестройка нервной системы. И вот это упрямство для нас необоснованное у ребенка может провоцироваться глубинными изменениями перестройки биохимии организма. Если рассматривать человека как структуру физика, биохимия и только потом психика, то изменения биохимические внутри, а это гормональные изменения, это всевозможные блоки, которые у ребенка были, они начинают влиять на психику. И начинают появляться те тенденции, которые наставят в тупик. Но вот как в данном случае у ребенка появляется необоснованное упрямство, которое может быть спровоцировано гормональными изменениями, которые начинают свой оборот. И ребенок впадает в какой-то ступор. Вот в этот момент одного ребенка просто сказать, хорошо, я уйду, успокоюсь, ты успокоишься, потом поговорим. То есть отсрочить и дать возможность успокоиться и себе, и ребенку. А другому ребенку, возможно, в этот момент необходим какой-то тактильный контакт, необходимы добрые слова поддабривания, поддержки. То есть здесь вот еще идет индивидуальный взгляд на ребенка. И, конечно же, каждый родитель знает, что для его ребеночка в данный момент будет оптимальным, кроме силовых воздействий. И если у ребенка это появилось последний год, значит, я больше думаю о том, что здесь начало подросткового периода пошло. Да, рано, но сейчас и дети быстрее вступают именно в биохимическую взрослость, в физическую. И психика не успевает за этим. Если раньше подростковые изменения биохимические и физические начинались после 12-13 лет, когда психика была более устойчива, то сейчас эти процессы начинаются раньше, психика неподготовленная, и вот такие сбои происходят. В общем, нужно успокоиться маме, выйти, я думаю, самому же способу. Маме, папе, да. Папе чуть-чуть смирить свою гордыню, да. Понятно, что это папа, но тем не менее дать возможность ребенку успокоиться и потом уже спокойно поговорить, не требовать извинений, да. Но тем не менее поговорить. Сыну 11 лет. Иногда приходится по 100 раз одно и то же повторять. Заправь кровать, убери вещи, садись за уроки. Не реагирует, пока не накричишь. А кричать не хочется. Хочется, чтобы все было мирно. Понимал сразу. Подскажите, как быть? Ну, 11 лет это уже период, да, подростковый. И здесь вообще начинается так называемый неадекват, да, у детей. И здесь может быть еще такой феномен, как псевдоглухота. То, что я не хочу слышать, я не слышу. Вот, и да, иной раз приходится повторять 10, 20, 30 раз. Поэтому я родителям, подросткам всегда говорю, ну, а теперь запасаемся ящиками с пустырником и валерьянкой. Сохраняем терпение, сохраняем такт и понимаем, что крик — это не только деструкция, да, и усложнение этого периода, и удлинение его. Это также еще ваши нервные клетки. А что же делать? Что же делать? Повторять 10 раз, повторять 15 раз, подходить к ребенку, брать его за руку, вести к этой кровати, которую он не заправил, и сказать, что «сынулечка, ну, сделай, пожалуйста, пока я тебя не убила». Но все это очень спокойным тоном, потому что в этот период дети реагируют не столько на наши слова, сколько на те эмоции, которые мы вкладываем в эти слова. И сказать, пока я тебя не убила мягким, добрым голосом, это будет наиболее эффективно. Во-первых, это разрядит обстановку. С одной стороны, вы ребенку сказали, что вы с ним готовы сделать, а с другой стороны, вы сумели совладать со своими эмоциями и в данной позиции не опуститься на его уровень подростка, а остаться на своем уровне авторитетной мамы, которая осознает, что происходит и что с этим делать. То есть опять же я говорю про терпение и про способность 10, 15, 20 раз повторить своему ребенку одно и то же, не потому что что-то там, а только потому что ты его любишь. Подростковый период — это время, когда родителям приходится пройти испытания, и чем больше вы любви генерируете к ребенку, тем проще вы пройдете. А еще хорошо вспомнить себя. Сколько раз нам самим, мамы, папы, дедушки и бабушки говорили, помой руки, умой лицо, заправ постель, и как ты это все откладывал на последний момент. Очень полезно вспоминать, кто я сам был в этом возрасте. И потом уже требовать от ребенка, как от взрослого или все-таки как от ребенка решать родителей. Спасибо, Олеся, хороший совет. Мы действительно забываем, какими мы были сами, а вот от своих детей требуем, чтобы они с первого раза были послушными и все выполняли. Правильно? Вспомните сами родители, какими вы были. Прихожу с работы уставшая, а еще надо приготовить, убрать, проверить уроки. И очень часто срываюсь на своих детях, кричу на них, повышаю голос, раздражаюсь. А очень хочется оставаться спокойной, но не получается. Очень переживаю по этому поводу. Подскажите, как мне быть? Может быть, есть рецепт, как можно оставаться спокойной и что делать? Ну давайте начнем с того, что если уже сорвалась, то ничего страшного не случилось. Все живы, здоровы, никакой там психотравмы у детей нет, они к этому уже привыкли. И зачастую они вас уже и не слышат, спешу успокоить родителей, мамочек в том числе. Но если вы найдете в себе силы и возможности, когда вы уже сорвались, когда уже успокоились и чувствуете какую-то вину, собрать своих деток, посадить и сказать, каюсь, сорвалась, безумно дико устала на работе, но сорвалась на вас. Или там в очереди с кем-то поругалась. Ну что с тобой произошло, да? От кого ты принесла свою агрессию, сказать честно детям об этом и сказать, что я приношу свои извинения. И я более чем уверена, что дети скажут, что и ладно, мам, не парься, да, все хорошо, все отлично. Но тут в зависимости от возраста детей, конечно. А еще можно сказать детям, что вот вы видите, что я злая, да, пришла. Не трогайте меня в этот момент. Да, своего рода это перекладывание ответственности на детей, но тем не менее дети взрослеют, и они тоже должны учиться сопереживать, сочувствовать своим членам семьи. Вот. Ну и чтобы не срываться на детей, все-таки заняться внутренним анализом, а что же меня заставляет нервничать, переживать, и не требовать от себя каких-то свершений сногсшибательных, да, А дать себе возможность отдохнуть, и когда приходишь домой, не кидаться бегом на кухню готовить, стирать и убирать, а дать себе 15 минут на то, чтобы спокойно переодеться, выпить стаканчик воды, умыться или принять душ, посидеть 5 минут, вдохнуть, выдохнуть, и только потом идти и заниматься делами. Спасибо вам, Алисия, за ваш ответ. Я думаю, что родители воспользуются вашим советом. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно. Я желаю вам хорошего настроения и хорошей погоды. Увидимся ровно через неделю.